Сегодня над одним библейским текстом, который такой, знаете, он, ну, я думаю, что был бы очень для нас, ну, так, интересно. А мы будем говорить о том, что мы с этого начали? Да, конечно, конечно, вот мы уже с этого начали. Первый вопрос. Вот наш первый вопрос, что мы изучали в прошлый раз, кто был, конечно, если, конечно, был. Вот, кто мог бы поделиться? Я напомню, Матвей 9300. Так. Не знаю, не знаю. Смотрите, давайте, знаете, как. Так. Смотрите, я вывожу, я сейчас выступлю. Ой, нет, нет, в общем, отображу сейчас этот текст. Так, интересно. Ага. Я вот, я так заметила, я не знаю, почему, но вот этот вот дополнительный ангарит, 9300. Мне кажется, что это изделие в ночь не было. Там у меня что-то по-будро стремилось. Друзья, смотрите, у меня один такой момент. Вот этот библийский текст мы изучали в прошлый раз, это из Евангелия от Москвы, 9 глава, 35-38 стих. Давайте его прочитаем, да? Кто мог бы прочитать этот текст? Кто мог бы прочитать? Ну, вот этот текст. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что делал Иисус Христос, когда был на этой земле? Какая его цель была? Ну многие, знаете, люди по-разному Иисуса Христа воспринимают. Кто-то говорит, ой, он такой был революционер, он такое хорошее учение придумал, он такой хороший. А вот здесь вот интересно, четко написано, чем занимался Христос, какая его была цель? Он учил людей, наставлял это, он исцелял людей от болезней. Что еще делал Иисус Христос? Возвлечал Евангелие, которое мы имеем. И смотрите, исцелял всякие болезни и всякие недуги. То есть вот он исцелял людей, возвращал Евангелие и ходил по всем городам исцеления. Он постоянно перемещался. Потому что, смотрите, вторая часть этого текста, он увидел, он заметил, обратил внимание, что многие люди, он вид, вид или то, как выглядели толпы людей, вызывали в нем глубокое сострадание. Он видел людей, и что у него было по человеку? Сострадание, сочувствие, ему было очень жаль людей. Знаете, это не просто Иисус Христос такой, уходит себе, там, населяет людей, так ободряет, там. Он смотрит люди, за ним ходят толпы людей. Они, какие люди? Они были потеряны, они были без пастыря. Мы как-то видели одну овцу, вот по телевизору, ну, в ютубе. Значит, нашли овцу, она заблудилась. И у него было такое количество шерсти на ней, что она уже бедно не могла перемещаться. Эта шерсть была слившаяся, грязная. То есть она просто, вот, она льла траву, но она была просто в таком состоянии обездвижена. И взяли эту овцу, ее подстрекли. Это не говоря так, что если бы ее не обстрекли, она бы умерла просто. Она была худая, такая заброшенная, эта овца. Вот, то есть вот Иисус Христос увидел, что люди, они похожи на овец, который без пастута. Они измученные, обессиленные. И тогда что сделал Иисус Христос? Он сделал призыв. Он обратился к апостолам и сказал, что сказал Иисус Христос апостолам? Да, он как бы сказал, что людей много, жатва велика, а совершать эту работу мало кто может. И тогда он сказал, молите господина жатва, чтобы послал он больше работников на жатву свою. Да, то есть по сути сделать то, что сделал сам Христос вместо себя. И чем потом мы просто начали заниматься? Тем же самым. Они пошли, они проповедовали, они исцеляли, они говорили людям слава надежды, они проповедовали его. Ну, по сути, вот это в трех частях, как бы, то, что сделал Христос. Смотрите, друзья, сегодня я бы хотел с вами поделиться одним таким очень интересным библейским текстом, вот тоже об Иисусе Христе, вот то, что делал Христос. Я думаю, он для нас такое будет ободрение. Вот смотрите, я сейчас включу, значит, этот другой текст. Очень-очень интересный текст, я очень люблю его. Смотрите, это называется, это история о чудесам исцеления человека. Смотрите, эти события происходили в Израиле, в Иерусалиме, в так называемом купальной дефестах. Купальной дефестах. Вот мы сейчас эту историю будем читать, она очень интересная. Но перед тем, как мы прочитаем эту библейскую историю, я хотел немножко вот рассказать про это место. В Иерусалиме есть такое место, вот и справа вы видите Русалим. А теперь что осталось от этого места? С левой стороны это реконструкция вот этого места. Значит, мы можем это услышать когда-то, какие-то истории на тему купальной дефесты. Вот с левой стороны реконструкция вот этого места, на еврейском языке оно буквально звучит так. Бейт хеседа. Бейт хеседа. То есть в Евангелии на русском языке мы читаем дефест, да? Но на еврейском языке это звучит буквально бейт хеседа. Бейт хеседа – это слово, состоящее из двух слов. То есть в Евангелии – это слово, состоящее из двух слов. Бейт – это дом. А хеседа – это слово, которое обозначает дружба, милосердие, взаимопомощь. И вот так. То есть, по сути, если взять это слово вместе соединить, получается, что это место дружбы, взаимопомощи. И вот такое, знаете, место дружбы, как бы. Что же это было в какой-то месте? Вот давайте мы сейчас прочитаем в Евангелии эту историю. Вот она отображена. Это, кстати, ну как, это такая картинка, нарисована, когда Иисус Христос общается с одним из этих людей, которые находились в этом месте. Смотрите, три вопроса, которые было бы здорово увидеть в этом тексте. Текст небольшой, он очень маленький. Три вопроса. Смотрите, первое, что мы узнаем в этой истории о людях? Простой вопрос, наш любимый. Второй, что мы узнаем в этой истории об Лисусе Христос? Тоже интересно. И еще один вопрос, что я буду делать? Владик, а можешь сюда поднести, пожалуйста, вот эту штуку? Вот туда, куда я верю. Самый край. И вниз. Да, твой может. Вот три вопроса наши. Что мы узнаем в истории о людях? Что мы узнаем о человеке? Ой, об Иисусе Христе, нашем Господе? И что я буду делать? Смотрите, текст вот такой вот. Можно будет, это Евангелие от Иоанна, пятая глава, с первого по девятый стих. Может быть, в Библии, если хотите, можете открыть. Либо вот этот текст отображен тоже здесь на этом, на проекторе. Евангелие от Иоанна, пятая глава, с первого по девятый стих. Я только начало звучать. Это я. Это я, что-то сделаю. Хорошо. Хорошо. Я что-то нажал. А можешь выйти и зайти, пожалуйста? Только не включает все звуки. Спасибо. Сейчас, друзья, Владлен, Виталик, сейчас мы перезагрузимся здесь. Владик перезагрузит зум, потому что там шум посторонний сейчас получается. Да, давайте тогда, может быть, с Библии. Людочка, ты сможешь прочитать, пожалуйста, у тебя? Евангелие от Иоанна, пятая глава, с первого по девятый стих. Да. С первого по девятый стих. Спасибо. 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 Друзья, давайте попробуем этот, как обычный текст, перескаж сделать. Может быть, три минутки, две минутки посмотреть сейчас и попробовать эту историю пересказать своими словами, как мы ее поняли. Ну, я понимаю, что, как бы, может быть, там, язык может быть старый, как бы, может быть, тяжело так сходу, но, по крайней мере, мы попробуем, постараемся это сделать, саму историю пересказать. Спасибо. 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 Попробуем, начнем, да, начнем? Хорошо, начнем. Кто мог бы начать? Я конечно бы, я вот так заберу. Продолжение следует... Спасибо. Да, там был ангел Господень, это в еврейской культуре, это был, ну как бы теологи считают, что мы же верим в трону, это был Иисус Христос Дома Почери, это Сын Божий. Его так и называли Ангел Господень, то есть он являлся Авраамом, он являлся Моисеем в Горячем Пусте, его называли Ангел Господень, то есть тогда Иисуса Христа не было, но был Бог Сын. Так вот интересно, что Ангел Господень, было такое предание, что вот лежат эти больные в этой купальне, и тут начинает бурлить эта вода, и все, о-о-о, быстренько в эту купальню надо окунуться полностью, чтобы получить исцеление. То есть такое было предание, и приятно всего были случаи, когда люди действительно получали исцеление, когда попадали в эту купальню. И написано, какой бы ни был болезнь, с любой болезнью приходишь, ну так вот, неплохо для современного мужчины, да, там, например. То есть вот у евреев тоже было похожее поверье, то есть что, и вот такая вот ситуация. Ну, проблемка, проблемка, проблемка в том, как всегда, люди по природе какие, ну кто сильнее, кто первее, тот и молодец, вот, кто первый добежал, тот и, так сказать, как у нас такое, тоже есть такая фраза, как наглость второе счастье, да, то есть понаглее, понапористее, вода начала звучать, и, так сказать, локтябер все, просто сталкиваем, все, ты уже первый, ты уже выстрем, ты уже чемпион, все, медаль золотую получил, можно идти домой. И проблема, почему, если лежит человек, который 38 лет болен, что эти 38 лет лежать в этом месте. Ну, тут как бы 38 лет и дома с телевизором будет скучно лежать, а тот человек болен, знаете, 38 лет лежит, страдает, и он говорит, я как только начинаю туда подходить, уже написано, первый, у меня двое, то попадается, поступает. То есть все, уそей твоего проблемы. И говорит, нету человека, кто бы мне помог. То есть человек столкнулся с проблемой. Есть ангел-господень, есть вода, решение моей проблемы, но нету человека, кто бы мне помог. Проблема. Смотрите, что мы о людях узнаем в этой истории. Вот помните, да, как называлось это место? Какое ее было значение? Место это дом дружбы, милосердия. Такое красивое название, да? Так оно такое, прямо так и хочется сказать вам, я приду, меня тут сразу начнет бурлить, меня тут поднесут, поможут. Вот такое место, где друзья собрались. Да, люди эгоисты. Как бы место не называлось, как его не покрасить, а по факту место, где люди проявляют эгоизм. Ну то есть они прежде, о ком думают? О себе. Они не 38 лет там лежат. И что еще полежат годик? Главное, чтобы меня все получилось. Вот такое место интересное. Скажите еще, что вот здесь еще видно в этой истории? Что вот нам заметно? На что можно обратить внимание? Мужчина терпеливый. Это очень интересно, да. Ну да, видите, тут даже написано лежащего, да, вот и увидел и лежащего, и больной отвечал ему, не имею, человека, который опустил бы меня в купальню. То есть, как бы, я так понимаю, что ему было самостоятельно тяжело передвигаться. То есть нужен был кто-то, чтобы ему помочь. То есть видно, была такая болезнь, которая не позволяла ему добежать до купальня, да. То есть ему нужен был человек, помощник. Хорошо. То есть люди эгоистичные первые. Кто первее, тот и молодец. Еще, друзья, что еще о людях здесь видно? Что еще мы о людях здесь узнаем? Вот смотрите, третий стих. Что мы здесь о людях узнаем? Да, и смотрите, абсолютно разные болезни, да. Тут в этом месте, представьте, такое красивое место, такая красивая реконструкция, да, там в Иерусалиме. Смотрите, вот представляете, какой запах там был, какие были стоны в этом месте. То есть там были люди больные, слепые, хромые. И сокшие – это люди, у которых не двигались какие-то конечности. То есть, например, атрофированные части конечностей. То есть это не просто больницы в палате, ты бежишь такой, санитары в белых салатах, в воде, там масляшнического пахнет, там по коридору. Нет, там, друзья, там было жутко, я думаю, там было жутко. Это запах разлагающейся плоти, ну то есть там люди, скорее всего, имели нарывы, причем это жара, это Иерусалим, это жаркое место. Это все, вот это все гнило, там, как бы, то есть место не из приятных, да, как бы, то есть там были люди, больных разными болезнями. Смотрите, что-то еще здесь есть, что мы можем о людях узнать. Вот, например, может быть, в седьмом стихе, может быть… Может быть, в седьмом стихе, что-то мы о людях можем узнать в этом тексте. Да, то есть люди эгоистичны, да, мы уже об этом сказали. Сказали, еще что-то там. Абсолютно верно, да. Да, человеку нужно человек, больше того. Ну, человек часто надеется, я надеюсь, что мне кто-то поможет. Тем более в таком интересном месте с таким красивым названием. Как бы мы пришли куда-то, в дом милосердия, в дом дружбы, нам надо помочь. Вот. Но, как, знаете, как это говорится, хотели как лучше, но получилось как всегда. А как обычно получилось как всегда? Нет человека, нет этого человека. Вот лежит человек 38 лет, а нету, некому помочь. Вот такая проблемка возникла, да. Хорошо, друзья, смотрите, человек хочет получить помощь, чтобы ему оказали помощь. Человеку нужен другой человек, он надеется на другого человека. Есть решение его проблемы, но он не может получить это решение своей проблемы. Что мы здесь узнаем об Иисусе Христе? Что мы узнаем о Боге здесь, в этом прекрасном, замечательном тексте? Что мы узнаем здесь о Боге? Вот, интересно. Вот интересный момент, да. Смотрите, да. Смотрите, Иисус задает вопрос. Какой Иисус тут задает вопрос? Хочешь ли быть здоров? Он не задает вопрос. Да, да. То есть, смотрите, вот Иисус, вот написано, да, сейчас я подкачу. Тут, да, Иисус, увидев его движение и узнав, что он лежит уже долгое время. Кстати, идёт Иисус по этой куполе. На этой картинке, да, вот видно, вот. Вот это куполе у меня. Вот видите, Иисус сидит. Вот это человек, который носит воды, чтобы там подбежать. И что? Или каких-то, я не знаю. И вот он, он даже не через год, он не через год. Он просто идёт на покупатель, он видит этого человека и просто задает ему один вопрос. Хочешь ли быть здоров? Я ещё думаю, знаете, в чём проблема? Написано, там было ещё много людей. Может быть, знаете, как вместо дружбы и взаимопомощи, если даже самые тёплые места кто занимает, не самые нуждающиеся, скажем так. Вот, то есть обычно, ну, мы знаем, где мы живём, в каком виде. Да, да, интересный вывод. Да, то есть смотрите, ну он задаёт ему, говорит, идёт Иисус в этом месте. И он видит этого человека, и он подходит. И там было очень много людей, которые находили. А он именно к нему подошёл. Да, видите, так и написано. Он узнал, что он лежит уже долгое время. И говорит ему, говорит. По сути, вот, если взять эту историю и связать её с Ветским Заветом, то, по сути, ангел Господень уже пришёл в лицо Иисуса Христа. Только не через возмущение воды, а просто он вошёл. То есть, Бог воплотился в тело человека. Да, Иисус Христос пришёл в купальню Ефеса. Но он был для евреев, он был как рабин, он был как учитель закона. Ну, то есть многие даже не верили, что он в Бог. Ну, он человек интеллигентный, красивый, молодой. И тут он подходит к этому человеку, и к этому вопросу. Хочется быть друг друг. Что мы ещё здесь об Иисусе Христе узнаём? Что мы ещё здесь узнаем об Иисусе Христе? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Может быть. Может быть он, да. Видите, это очень хороший вопрос. Потому что многие Иисуса Христа отвергали. как Бог. Ну, больше того, его откровенно не признавали его Бог. Он очень сильно навёл резкость, так сказать. Смотрите. Знаете, что мне здесь в Иисусе Христе очень нравится? Я не знаю, как вы, но я, наверное, из тех людей, которые, ну, не сильно люблю посещать вот такие местные места. Там, где запах неприятный, люди злые, о себе только думающие. Да. Ну, вот. Ну, как-то вот. Ну, хочется такие места обходить. Да. То есть. Всегда хочется прийти куда? Где люди здоровые, счастливые, богатые, хорошие такие, интеллигентные. А ты приходишь в место, где неприятный запах, воняет, люди злые. Вот. Больничка. Больничка, да. Смотрите, мой Христ пришёл в это место. Вот мы всегда, знаете, как-то думаем о Боге, что Бог, наверное, покорит, что он богатым и красивым. Бог, наверное, там. А вот бедные, ну, как-то вот всегда они как-то в стороне. Но, смотрите, как раз Христос к Богу приходит. Он приходит к бедным, и он приходит ещё и к отверженным. Кстати, среди этих бедных людей, больных, оказывается, есть люди, которые не ответственны. Вот именно вот этот человек. Даже среди этих отверженных людей есть ещё более отверженные, и он именно напрямую приходит к Христосу. И это потрясает воображение. Потому что Христос, он близок к страданию человека. Он близок к страданию человека. Он видит это страдание. И он сразу к нему приходит. Просто он проходит мимо, и вот он заходит к этому страждающему. Может, это был один из самых больших страдающих вообще-то. Может, там конвейер, знаете, проходил, приходили, уходили. Представляете, вот лежит себе 38 лет. И он наблюдает картину. Приходят люди, и уходят люди. Приходят люди, и уходят. Он всё лежит, и уходят, и уходят, и уходят, и уходят. А вопрос не решается. Вопрос... Ну, может, и не знал, что. Может, в этот момент он уже был готов, уже поверить, что угодно, что сам мог. Это, знаете, это когда... Ну, извините за такое сравнение. Может быть, оно будет не к месту. Но не к этой истории. Похожая ситуация. Вот две истории. Да, две истории. Первая история, это когда... Я помню, когда я молился, чтобы Бог мне дал жену. И вот я смотрю, например, когда мои друзья жениться там. И вот младше меня. И у них уже дети появляются. А я всё неженатый. Может, кто-то ждёт мужа. И вот люди решают свои жизненные вопросы. А вот я всё жду, и жду, и жду. И вот так. Вот с визами ситуация. Мне говорят, так мы куда-нибудь уже получили, уже наши визы приехали. А мы уже две недели ждём. И что они, мои родственники, что мои. А мы там куда-нибудь, что нам сразу через два дня приходят. Уже виза готова. То есть, если взять жизнь каждого отдельного человека, то мы все... И вот такие вопросы решаются быстро и легко. А другие решаются недавно и тяжело. А может вообще не решаются. И вот ты себе такой думаешь. Может быть, я вообще такой обземённый несчастный человек. Может быть, Бог меня вообще забыл. А может быть, и нет вот этого человека, кто бы мне помог в моей ситуации, в моей проблеме. Да? Но есть тот, кто может решить эту проблему. Или тот, который может её... Ну, её видит, эту проблему. Это Христос. И он увидел эту проблему, да? Смотрите, какой получается ещё интересный момент. Когда Христос задаёт человеку вопрос, смотрите, как он ему интересно отвечает. Вот человеку задаётся вопрос. Хочешь ли ты быть здоровым? Это Владлен. Владлен, ты что так хочешь сказать или у тебя там микрофончик включил? А микрофончик включен, сори. Ничего, ничего, ничего. Я просто думал, кто это сказать хочет. Не проблема. Смотрите, друзья. Вот интересный момент. Иисус задаёт человеку вопрос. Он приходит к вам Бог. Вы лежите в вашей проблеме. Ну, ладно. Вы лежите, сидите. Идёте. Вот у вас проблема, которая давно уже проблема. Не один даже год проблемы. Вам, представляете, вот встречается у вас Бог с новой лицей. Он вам задаёт вопрос. Я? Ты хочешь, чтобы у тебя решилась проблема? Какой обычно мой Богу? Какой он? А? Конечно. Но? Как человек отвечает Христе? Что он ему отвечает? Он задаёт ему вопрос. Ты болен, третий, восемь дней. Твой вопрос не решается. Ты вообще хочешь быть здоровым? Вот задаёт Христос вопрос. Почему? Наверное, ничего не получается. Хочу. Но? У меня человека куда-то идёт. Но? Да, я подтекстил. Но. Нету человека. Я-то хочу, чтобы у меня был вопрос решён. Но то, как я вижу решение этого вопроса, то он у меня и не решается. Как видел решение вопроса этот хромой? Человек. Вопрос. Может ему человеку помочь? Может ли человек помогал до этого? Да. Ну, он может до этого. Ну, говорит. Ну, у меня есть решение. Ну, как бы у меня есть в голове, как можно решить эту проблему. Ну, так как я её себе надумал, она не решается. Потому что я не успеваю. Я не добегаю. И тогда смотрите, что делает Христос. Он заходит совершенно с другого края и говорит. А тебе человек не нужен. Я тебе её. Даже человек не нужен. И вот написано, смотрите. Иисус говорит ему, встань, возьми постель и ходи. Что это значит для этого человека? Да. Христос решает проблему так, как человек даже не мог себе представить. У него даже не было плана её так решить. И тотчас выздоровел и взял постельство и пошёл. Христос, вот интересный такой момент. Знаете, я думаю, что ключ в этой истории заключается в том, что человек за 38 лет дошёл до такого уже состояния, он так уже разуверился в помощи человеческой, что я думаю, в этот момент он понимал так, что только Бог может решить эту проблему. Ну, наверное, только Бог. Уже, ну, никто мне уже эту проблему решить не может. И потому он, наверное, и сказал, Господи. Да, Господи. Мне кажется, вот этот момент, это ключ, это поворот, с одной стороны, ну, я не знаю, как вы, но вы верите, что Христос может решить любую проблему? Внутренний дерево. Библия об этом говорит, и много жизненных историй говорит о том, что написано в Библии, что для Бога нет ничего невозможно. Всё, вот невозможно. В чём часто проблема? В чём часто? Почему вопросы не решаются? Ну, для Бога это не проблема. А вопросы не решаются? Хорошо? Хороший вопрос? Да. 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 Ещё по чему можно? Ну, я знаю, что денег все равно будет мало, да, мало. Мне все равно очень интересно, чем у вас осталось, что у них начинается такая процедура. Я понимаю, что надо дойти до такого, чтобы заплатить девочки. Ты уже полностью только на работу надеешься, не так, как я тебе не знаю. Ну, реально. Зачем я буду заработать? Смотри, вы за тебя в нём очень интересно, да? Ну, интересно, но у тебя не думало, что это работа. Я просто думаю… Я просто… Вы за тебя не забыли, что у нас все финансы, города России, и ты, если я иди в Родисе, Продолжение следует... Продолжение следует... Вот давайте возьмем яблочек, к примеру. Вот появилась маленькая зеленая яблочка. Вот скажите, оно пригодное для употребления, это яблочко? Маленькая. Вот оно только пойдет. Вот только опало, пошел плодрости. Непригодное, да? То есть смотрите, у плода есть три фазы. Непригодность, оно еще не созрело. Пригодность и перезрело. Когда уже, знаете, берете грушу, она уже как вата, ее есть невозможно. Все, она уже перезрела. Есть даже лимонки, такие игрушки, которые гниют уже на деле. Если вы встречали, вы говорите, да? 50 груш, они уже гнилуются, у них уже пошла. То есть если их уже не взял, они там на деле не взяли. Вот мне кажется, где-то очень похоже для веры и принятие веры Бога в свою жизнь и Христа в свою жизнь, должна быть определенное время созревания этой веры. Вот, например, придя Иисус Христос два года раньше к этому человеку, может быть, он даже может быть и... Да нет, ну, да я все-таки подожду. Человек где-то ходит, все-таки может помочь. То есть момент такой, что видно, человек уже созрел к тому, чтобы принять помощь от Бога. Понимаете, да? То есть ведь на самом деле может быть такая ситуация, что человеку Бог прилагает помощь, человек ее отвергает. Ну, не, я сам, а мне там тот, а я там... Мне этот человек еще подождет. То есть сами ищем решение наших проблем. А может быть, когда человек уже говорит, все, я уже устал, я уже... Я перепробовал все варианты. Все варианты. Ну, есть еще вот у нас в народе, в украинском есть такая фраза. Я к тревоге, туда Бог. Знаете, когда плохо, мы куда бежим? Сразу бежим в Бог. Так зачем доводить до такого... А почему бы сразу не идти к Богу, да? Ну, то есть в каком-то смысле тоже есть определенные, есть определенные жизненные обстоятельства, которые человека подводят к тому, чтобы прийти к Богу. Вот. И одна из ситуаций, это нерешаемые вопросы в нашей жизни. Вот. И я думаю, что вот в этой истории, смотрите, что важно нам запомнить. Несколько важных моментов. Первое. А давайте мы, кстати, выведем, что там я хочу сделать выводы. Давайте я буду делать сами, хорошо? Это будет, наверное, правильно. Вот давайте, что я буду делать? Какие можно сделать выводы из этой истории? Кстати, это хэппи эмс. История классно закончилась. Человек прямо такой счастливый. Он, кстати, потом выбежал из купальни Ветезда и начал всем рассказывать о том, что присутствует. Что ты мне делаешь? И они ему говорят, кто ты, кто ты, как это, мы же тебя давно уже знаем. Ты уже нас, мы все тебя знаем. Вот. И он было исцеление в субботу сделанное. И все говорят, как это там, кто тебя исцелил, кто это такой? Вот. Ну давайте просто по самой истории. Вот. Что мы можем, какие сделать выводы? Как можно эту историю применить к нам в этой жизненной жизни? Вот. Вот. Например. Как, как, в чем ее получение, эта история? Ведь не зря, не зря мы в Евангелии находимся, не зря Бог так сделал, что в Библии есть эта история. Вот. Какие можно сделать выводы? Если говорить, а он в Библии, то есть 8 лет. Знаете? Ну, я думаю, все-таки евреи, они на Бог наоборот, они все молились с детства. Но это не те люди, которые не атеисты. Ну, еврейская культура, она такая. Ну, люди, как бы, с детства их приучали. Они тоже читали Ветхий Завет, они молились о Боге. То есть это, ну, как вот у нас в странах, например, вот ты человека спросишь, ты кто? Ну, христианин. А какой? Ну, православный христианин. Ну, а какой еще? Ну, вы понимаете, да? Ну, не мусульманин. Ну, то есть, я думаю, так и в Израиле было, что люди были, как бы, такие. Они набожные были люди. Но вопрос в другом. А вот ты хорошо задал вопрос, Владик. Верили ли? Да, верили ли. А вы верили ли? А доверяли ли они Богу? Вот это уже другое. Потому что многие люди, они как бы в Бога верят, но Богу они не доверяют. Они хотя сами пришли. Ну, это и есть такая особенность. Друзья, смотрите. Хороший вопрос. Ну, тут, наверное, надо разделить вещи, которые от нас зависят, и которые от нас не зависят. Вот, например, ну, возьмем, к примеру, ну, у меня когда-то там разбили стекло в машине. Заднее стекло. Ну, кто знает эту историю, я прихожу, мы думали с семьей поехать отдохнуть, прихожу, у меня прямо на улице разбитое заднее стекло. Ну, и можно сказать, а, Сергей, где-то? Ну, а можно сказать, что, ну, мало ли, может, отмечаться. Ну, то есть, мы всегда, когда думаем о Боге, то, наверное, если Бог, это только очень хорошее дело. Там, выиграл миллион, например, вот точно от Бога, да, например. А если что-то плохое, это, наверное, от сатаны или там от кого-то, но... Если вы будете читать внимательно, я внимательно спроизведу и читать, особенно книгу Иоову. Я сейчас книгу Иоову читаю. Страдалец Иоов, это... Ну, там написано, что в этой книге написано, что Богом допущенная ситуация, что Иоову потерял все. Кто забрал Иоова все? Сатана забрал. Кто допустил эту ситуацию Богу? Какая была цель? Цель была спор. Дьявол пытался Бога провоцировать праведность Иоову. Интересная книга, вот, если хотите, почитайте. Там даже диалог идет между Богом и Сатаной в Библии. Это книга Иоова. Вообще, как у них диалог идет на небеса, это очень интересно. Когда написано, собрались все дети Божьи, ну, это как... Ну, как бы, собрались ангелы, и вот между ними переходит Сатана. Бог выходит, он подходит к трону, и завязывается диалог. И вот он говорит, ну, вот я обошел всю землю. Ну, там такая интересная история. И обратил внимание на Иоову. Праведный человек, очень много хороших детей делает. Говорит, ну, он праведный, потому что ты его благословляешь. Ты ему даешь только хорошие вещи. У него все хорошо. А вот ты у него забери вот это все, и посмотрим, будет ли он тебя благословлять. Может, он вообще тебя похмелит? Ну, и Бог говорит, нет, он праведный. Он меня благословляет не потому, что у него все хорошо и все в жизни получает. Вот, если хочешь проверить, можешь забрать у нее имущество и посмотри. И вот этот диалог, эта вся история расписана на 42 главы. Вот, как это во все. То есть, в этой истории видно как, что все вещи, которые приходят в мою жизнь, они все приходят по Богу и Богу. Бог допускает это все. И хорошее, и плохое. И вот был такой эпизод, когда к Иову приходит жена, который пришел к Иову, потерял имущество, у нее погибли дети, он заболел проказы, он сидит проказы и страдает. Приходит он к Иову и говорит, прокляни Бога и умри. Ему жена говорит, представляете, то есть тебе и так плохо, тебе приходит жена, ее потеряю. Иов говорит, а он отвечает на эти, какой указы интересный, что мы только от Бога должны хорошие вещи принимать. Хороший риторический вопрос. Получается так, если все хорошие вещи в нашей жизни, о, да, Господи, мы тебя поклоняемся, ты такой хороший. А какие-то начинаются проблемы, все, плохой Бог, не работает, не обслуживает, знаете, ну как официант в ресторане. Плохой официант, а если хорошие вещи, хорошая Бог, вот такого мы будем. А начинается проблема, все, плохой ресторан. Мы ресторан поменяем тебя, плохой ресторан. Ну, то есть, ну, поэтому, но, есть другой библейский текст. Римлянам, 8 глава, 20-20. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует к облаху. Любящий человек, человек, который любит Бога, и которого Бог призывает по своей воле, все обстоятельства в жизни, они все складываются потом на это плохо. И плохие, и хорошие. И вот об этом как бы идет речь. Поэтому приходит в жизнь хорошие вещи, мы благодарим Богу. Смотрите, Господи, машинку поменяли, смотрите, Господи, здоровье хорошее, квартирка хорошая, зарплата, работа появилась, детки-здоровье. Да, Господи, ну, не только за плохие вещи, но и за хорошее. Ну, значит, ты допустил в нашей жизни, значит, почему-то это надо. Помоги, сохрани, дай мудрости понять, как сориентироваться. Ну, я вам скажу за войну. Так как сейчас церковь служит в Украине, я никогда в школе не видел. Друзья, я никогда не видел, чтобы так церковь начала служить людям. Это, извините меня за выражение, но буду так прямо говорить. Это что, надо, чтобы война пришла, чтобы быть, и так люди начнут служить. Потому что многие храмы, они были закрыты. Церки закрыты. Да, там красивые стояли церки, все. А сейчас, пока стрелковки стоят, друзья, карематы лежат. Он стоит, например, карематы лежат, люди все откушают. Ну вот, пожалуйста. То есть это плохая ситуация. И вообщем, люди начали... Приходить в церковь. Ну, разве это не плохо? Это отлично. Бог показывает чудеса. Бог отвечает на молитвы. То есть, так как Бог действует сейчас в Украине, в тяжеленьших обстоятельствах, но Бог такие чудеса делает, что просто удивляешься. Вот, поэтому... Потом еще интересно. Вот я сегодня скинул в группу одного пастора Капеллану, пастора церкви в Одессе. Очень потрясающий человек, я очень люблю, его очень сильно уважаю. Вот я рекомендую на 11 минут, почему Бог допустил войну. Вот на 11 минут у нее идет интервью. И вот у нас сидит этот брат, там вводит арену, ходит, приходит. Вот люди задают вопрос. А где это был Бог, что... Хорошего, говорит, вопрос, а почему люди не задают вопрос такой, а где это был Бог, когда у меня все в жизни классно складывается? Мы почему-то люди не задаем такой вопрос. Где это Бог? Почему это у меня так все в жизни хорошо получалось? Где это Бог? Нет, когда у нас все хорошо, то мы воспринимаем это как? Это так само собой разумеющийся, да? А да, так... Я же молодец, у меня же образование, я же такой умный, у меня же такое здоровье. Конечно, мне нужно учиться так. Ага, то, оказывается, Бог тебе не нужен. А когда получаются проблемы, то, а где это был? Я не понял, что такое. А ну сейчас Бог сюда будем разбираться. Вот. И он очень хороший такой сказал в момент, что Бог, он... Какая бы ни была ситуация в жизни, человек должен в любом случае понимать, что я не Бог, я благотворение. И надо с Богом строить взаимоотношения раньше, чем что-то плохое придет. Ну, как ни странно. Вот. Я, например, пришел к Богу, когда я заболел, неизвечем он был. Я молодой парень. Первое время мне было очень тяжело. Я был в очень сильном гневе. Почему я? Почему молодой парень? Мне все же спереди. Что это такое? Что это происходит? Потом я смирился с этой проблемой. Потом у меня была затяжная депрессия. Потом я учился с этим жить. Но в этом состоянии я нашел Бог. И Бог меня потом истырил от этой болезни. Но эта болезнь меня привела к Богу. Вы что, думаете, чтобы если бы у меня классная работа была, там, денежки, девушки красивые, я бы о Боге думал. Как говорит у нас Влад Басов, я вас умоляю. Да вы что? Конечно же. Когда в жизни все хорошо, мы же Бог и о других вещах думаем. Правильно? Мы же Бог и инвестизатор. Поэтому да, Бог иногда допускает ситуацию. Да, бывает очень грустная и печальная вещь. Помню такую фразу, ну, иногда я ее употреблял. Это такая, знаете, стесок тут есть. «Светило солнышко и ночью и днем, не бывает атеистов, а копия подарит». Да, такая интересная стесок такой, да? У нас атеисты люди до момента, пока в жизни ты не начинаешь смотреть в глаза смерти. Почему? Потому что резко так, «Господи, помоги, лучше наш Сущий на небесах досветиться имя Твое». Кто-то уже забыл, как этот момент начитается, а кто-то же самолет пал, а кто-то уже начинает сезон вызывать. Почему? Ну, такая природа человеческая, эгоистичная, ну, очень на себе сконцентрирована, да? Но когда начинаешь смотреть в благословение, где-то начинаешь понимать, что вообще, а там-то что? А что со мной там будет? Начинает само вид, и начинает злой Бог. Ну, вот и наоборот так бывает, да, через страдания, через сворьбы. Ну, а почему нет? Ну, приходится. Ну, потому что, ну, человечество забыло о Боге. Ну, и Бог допускает ситуацию, чтобы вспомнить, что мы творим, он творец, он хочет с нами отношения, он нас любит. Вот. Ну, и последний такой пример. Вот мы недавно Эльзе рвали зубы. В Украине, кстати. Были? Это же были слезы, это был крик на всю клинику. Это Аня говорит, если бы ты увидел, то у тебя в сердце. Эльза так кричала, у нее не работал этот укол, и у нее был корень. У нее этот зуб есть в корне? Это три корня. Это молочный зуб с корнями. Она так кричала, она рвала зуб Мышорин, это ее дядя, Анин старший брат, и она потом в Вене заканчивает. Вене это, то вначале явился, что он хрустен, это мой любимый, а вот он кричал дядя Вене лечить рук, и то дядя Вене берет сердце и начинает ее рвать зуб, потому что у него все было нагноеть. Заражение хрустной ткани могло бы быть. Он ей дергает этот зуб, крикарит со страданием, со слезами и ногами, и потом уже дядя Вене плохой, уже она с ним не дружит. Скажите, дядя Вене что-то плохое, хотел для этого, что он ее рвал? Как вы думаете, дядя Вене врач? Ну, я думаю, что неплохого хотел. Наверное, не зло ей причинить, да? А почему дядя Вене рвал ей зуб и больно тело ребенка? Анестезия не сработала, но еще что-то было. Чтобы ребенок не было заражения костной ткани, чтобы не было делать оперативное вмешательство, чтобы ребенок, спасти ребенка здоровья. Но как это делать? Это же делается не с калатками, не с калатками, не с клоуном, понимаете, с ростным носом, там, это делается в стоматологическом кабинете, это делается с писанием, это больно. Но для чего? Для того, чтобы было потом так. И вот мы вырвали этот зуб, Эльза такая, прикинул, села машину, все, все, а потом говорит, я хочу, чтобы я на заробнялся. Все, она уже хочет, чтобы на заробнялся. Тут они свырились, а тут она уже на заробнялся. Но я к чему веду? Друзья, Бог иногда допускает ситуацию в жизни, когда она очень больна, печально и грустна. Но Бог это любит, хаосет. И это надо не забывать. Если Бог допускает эту ситуацию, значит, другого варианта нет. Самый простой пример приведу. Смерть Иисуса Христа на кресте. Единородного сына. То есть, ситуация печальнейшая. Бог отдал самое дорогое на крест. Вопрос, а был ли у Бога другой для него в пасти человечество? Не было. Не было. Но давайте представим такую ситуацию. У нас есть единственный ребенок в семье. Другого нет. Единственный. И вот папа принимает решение отдать в жертву этого ребенка убийственного спасти человечество. Очень сомневаюсь, что он идет в такой папе. Чего это я буду своего сына отдавать даже за хороших людей, даже не за грешников, за хорошего человека. Друзья, Бог отдал Иисуса Христа на крест не за хороших людей, а за плохих людей, за убийств, насильников и ужасных людей. Он и за нас тоже. Был какой-то у Бога другой вариант? Я думаю, что не заерно, а нет. Только вот это. Поэтому Бог, Он знает, что такое потерять горлое, Он знает, что такое жертвовать самым близким, и Он знает, что иногда приходилось делать больно для того, чтобы потом было хорошо. Вот поэтому интересный вопрос. Люди задают вопрос. Где жил Бога, когда дети умирали? Ну, Бог там, где был, где и Христос, когда умирал на кресте. Он был рядом со своим умирающим единородным сыном. И когда Христос висел на кресте, Он говорит, почему ты оставил меня? А это был единственный способ, как спасти человечество. Это Бог и выбор. Либо Он сохраняет сына единородного и сихся Хрица, но человечество погибало, он погибало. Либо Он обойдет свою жертву, чтобы спасти то человечество, которое готово принять и сихся Хрица. И Бог, к сожалению, или к счастью, уже нашему счастью, тогда, к сожалению, Он отдается на растерзание, на распятие, на вот эти ничего, и внуки, и встадание, и позорную смерть на кресте. Поэтому, ну, да, приходит, да, бывает больно, но бывает, да. Но Бог это уже делал, у Бога это уже было. Я думаю, что, наверное, этот момент, это, когда такая идет глубокая переоценка, и ты говоришь, Господи, но если это твоя воля, в моей жизни, я просто принимаю это верой. Значит, другого варианта нет. Все. Смиренное принятие верой, что Бог на самом деле хочет самого лучшего в нашей жизни. Ну, поэтому такая ситуация. Извините за грустные нотки, но, такая история. Ну, давайте попробуем сейчас, может быть, поделиться, какие-то мысли есть. Христос, но я... Ну, давайте посмотрим, мы не сольного человека опасаем себя. Вот я больной человек, 38 лет. Нужно купальне помочь, не мне кому-нибудь у этого человека. или там. Вот давайте вот это. То есть, это не я в роли креста, а это я в роли этого бомбинаского человека. Какой можно сделать здесь вывод? Что у нас эта история? Что она нам открыла? Да. Да. Да, то есть смотрите, друзья, какой можно вывод сделать из этой истории? Может прийти Бог? Да, он приходит к человеку, но знаете, сейчас я собираю или отвергнуть Бога, или принять. Я верю, что Бог любому, каждому человеку, он подходит к человеку. Верит тогда, когда увидят, посмотрят смерть в глаза. Когда прижмет, люди начинают молиться и искать что-то свыше, надеяться на свои силы все время. Ну да, по природе мы такие, что на себя просто надеемся. Пока не прижмет. Есть очень классный такой старый христианский гимн. Знаете, у него слова такие? Что за друга мы имеем, нас он жизни пробудил. В нем мы счастье владеем, в нем источник участия. Такой христианский гимн есть, вот такой стишок. Как вы думаете, о каком друге здесь идет речь? Что за друга мы имеем? В нашем жизни пробудил. В нем мы счастье владеем, в нем источник системы. С одной стороны, мы можем сидеть в Эйдхеза Хеседа, в Ефезде и ждать каких-то друзей, которые нам помогут. Нет, есть хорошие люди, которые нам помогают. Но есть ситуация, когда мы все. Кто в этой ситуации настоящий? Вот там типа друзья, а кто настоящий? Кто в этой ситуации? Я думаю, что я думаю, что я думаю, что в Эйдхезе, я не помню, что мы в отношении с которой , мы с самого начала, мы сделали, поэтому в эйдхезе потеряли. Люди обращались. Рад. Смейте. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok